как все-таки интересно да когда мы переходим и с другой стороны конец марта месяца идеальная погода идеальная погода я еще вчера в трусах ходил таких вещей не существовало в груди своей посмотрим что в этом году случится потому что в прошлом году в прошлом году я в первый раз видел огромные огромные это было не это просто кошмарное мероприятие сколько рыжиков увидел да 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 в терляне то есть я где-то получается за полтора часа собрала очень много и половина было червивых но даже все остальные рыжики были в отличном состоянии а в позапрошлом году если вы помните мы как раз в июне месяце в начале июня собирали волнушки клево то было да что-то у нас немножко все поменялось она может поменялось это хорошо может быть нет но возникает дивный вопрос для каждого первого человека нашей жизни вас деньгами все в порядке хватает на все да реально или все-таки на все не хватает я понимаю чем идет речь то есть если бы мы хотя бы жили нормально и ровно тогда можно было бы если бы вы мы же бы жили нормально и ровно с некоторым уровнем средней заработной платы на месте под названием эстония а там уровень заработной платы в четыре раза выше чем у нас пенсионеров естественно как-то так да то есть можно было бы жить спокойненько и тогда 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 вы поднимали бы цены может быть если бы нам бы это все дело хотелось бы в данном случае о чем мы будем говорить я не противник того что есть понятие под названием интернетизация да может быть это хорошо но есть страна где интернет абсолютно бесплатен есть страны где интернет абсолютно бесплатен и в этих странах есть товарищи которые просто зарабатывают деньги на рекламе это можно сделать как показываю то есть если мы говорим про пикабу и кабачьим неплохой сайт да то в принципе там есть постоянно реклама или aliexpress или остальные которые которые там рекламируются это нормальный бизнес это нормальный бизнес так заключите договор рекламируйтесь там это гораздо будет дешевле чем вы будете с каждого человека попытаетесь дернуть лишние 50 рублей нет вы же это дело сделали и хорошо если у вас какие-то возникают проблемы с перенастройкой оборудования но как бы вам сказать в течение некоторого времени у меня интернет работал и до сих пор бы он работал нормально и мне большего то и не нужно через некоторое время возможное просто сам пойду и куплю свой роутер то что основной вариант конечно же использовать не вай-фай вай-фай слазоват естественно да и не всегда он хорошо работает на обыкновенной проводке хорошая тема что же касаемо вот этой конторы под названием ттк раньше она была мог инфо естественно это вообще отдельная тема отдельная тема потому что у нее свои телевизионные каналы две штуки на которых она может спокойненько зарабатывать деньги это не сложно тогда эти бесплатный интернет и разведите максимальное количество телевизионных каналов но этого здесь не получается нет мы платим деньги за что так вот я не буду платить деньги просто переключился на другой и даже не телевизионный канал смысл телевидения он отсутствует в природе своей точнее он есть природе своей но как бы вам сказать мне когда говорят что смысла телевидение не существует я начинаю над ними ржать знаете почему потому что везде и всю на каждом телевизионном канале у нас идет реклама drum.ru это машины которые продаются тут даже как бы окей я не смотрю постоянные новостные сюжеты знаете почему потому что я очень сильно люблю разговаривать на английском языке I can't speak English right now it's not problem for me I don't interpret it right now I'm thinking on English because this is my life но мне же нужно это практиковать да кое-что я считаю но самый лучший вариант это конечно просмотр отдельных телевизионных передач на английском языке что собственно говоря я и делаю есть отдельные телевизионные сигналы которые мне это дело позволяют мне это было бы необходимо уж поверьте мне интернет может быть хорош но качественных сюжетов в русскоязычной версии там так-то и много все остальное естественно английский язык потому что интернет был рожден в Америке первоначальный сюжет назывался Америка онлайн да проходите пожалуйста я не боюсь камеры и правильно делаю не надо бояться камера это хорошо да особенно увидели да что у вас не воткнули в камеру а перенесли штучки под названием я всегда думал раньше что гораздо проще ходить немножко по-другому было сегодня сейчас сидит это называется хождение по швейцарским альпам с палочками люди ходят может быть хорошо я не знаю